Какую выбрать одежду для зимней рыбалки? Во-первых, это должен быть костюм. Костюм должен быть теплым. При местовых температурах нам в нем должно быть тепло и комфортно. На рыбалке мы часто сидим долго неподвижно. Это важно, чтобы было тепло. Далее, он не должен сковывать движения, то есть важно свободно перемещаться, какие-то движения делать, на колено вставить, что-то еще, и вам должно быть легко и свободно. Костюм должен быть удобен и функционален. Такой, как, к примеру, сейчас на мне. Давайте рассмотрим этот костюм от компании Hansmann Reflect. Из какой ткани изготовлен? В данном случае это мембрана. Показатели 10 000-10 000. Это очень классный показатель. Давайте более подробно ознакомимся с ним. Водопроницаемость измеряется в миллиметрах водного столба. Именно по этому показателю мы определим, какое давление воды выдержит ткань без протечек. Чем выше будут цифры, тем лучше. 10 000 можно носить в снегопад и ливень, 5000 не промокнет под дождем. Что значит функционален? Когда костюм имеет, к примеру, большое количество карманов, которые на магнитах. Это очень удобно. Далее важно, чтобы были светоотражающие элементы, на спине в том числе. Когда вы после рыбалки двигаетесь уже к машине в темное время суток, то проезжающий мимо машина будет вас освещать и вы будете заметны. А это безопасность. Идея классная. Будет держать тепло. Но насколько ее хватит, время покажет. Нужно конечно тестить. Снеговетрозащитная юбка – важный элемент костюма. И здесь, кстати, она есть. Теперь по полукомбинезону. Есть на полукомбинезоне регулируемые лямки, есть ли боковые карманы. И в принципе, по большому счету, на многих костюмах это все есть. Но в данной модели, помимо всего прочего, предусмотрены вставные накладки на колени и в районе седалища. И любителям мышечной ловли не нужно покупать накладки. Вы садитесь на колени, спокойно ловите. При необходимости вы можете их снять и поменять. Полукомбинезон имеет противосугробные манжеты, чтобы снег не забивался в сапог. Далее переходим к обуви. Она должна быть теплой и непромокаемой. Желательно, чтобы были шипы, дабы не скользить на льду. На меня сейчас как раз такие сапоги Президент Эва. До минус 65 градусов. Конечно, в минус 65 никто на рыбалку не пойдет, и мы это не проверим. Но на минус 25-30 еще и с термоноском будет тепло, будьте уверены. Здесь как раз есть те самые шипы, чтобы вам не было скользко. Вам понадобятся рукавицы и шапка. В данном случае это рукавицы перчатки-рукавицы Norfin и шапка-ушанка Сиберия. Под костюм вам понадобится термобелье, первый слой. В данном случае не так холодно, поэтому достаточно одного слоя. Это может быть термобелье Norfin Winter Classic Wool. Друзья, всю необходимую экипировку для зимней рыбалки. И активного отдыха вы сможете найти в сети магазинов Сила.